Брат, ты кепку отдал? Давай-ка я подержу. Поставь его туда. Да не, я подержу. На, держи. В октябре. В октябре. Будет три. Вот как он сказал. Два. Два еще. Не помню. Хочу садить. Они у меня врачи. Два. Два. Лена, объявляй занятия. Занятия в школе в час. Так, так. Если объявлений нет, у нас объявление. Мы сейчас завтракаем до часу. Едем на разъезд, на каренду, на ягоду. Значит, Сергей на машине на своей. И Роман. Один вариант такой, объезжать вокруг по переезду. А другой прямо, тут она рядом. Один останется здесь смотреть. А другой там, побрал сколько, опять вернулся. Чтобы не гнать туда машину. А там, я не знаю, километра два, наверное, в одном направлении, да в другом. Вокруг. А можно прямо напротив их здесь быть самому на насыпи смотреть, в случае чего крикнуть. Машины одни не оставлять. Так, кто хотел бы поехать, но машины нет. У кого машин нету, да приглашаем с нами поехать вместе. Так, кто? Ну, мы объявили, вы знаете. Второе объявление. Когда кончится занятие, прямо после занятия мы сразу уезжаем, где мы работали. Просят показать. Так, сестра. Мы сразу после занятия поедем. Поедешь с нами? Показать, что мы делали. Все. Так, это просила сама. Кто хочет еще поехать? Так, матушка, еще. После занятий выйти на машине, нас Роман повезет. Проехать места, где мы работали. Мы вчера закончили полностью все. Новый старый прорыв был, где воды-то. И вода подтачивает. Мы еще две заклепки поставили. 51 сваю забили только. Там большая-большая работа проделана была. Что, никому больше не надо? Прямо из занятий выходим, здесь садимся. Ну, как раз набирается, кто из наших не был. Те, кто уехали у нас в Королево, в Канаду, они еще в Москве сидят. Вроде до седьмого или до восьмого. Так, я слышал, да? До восьмого. Ну, они попросили тоже показать, где это у нас там, что есть. И поехали. Роман их привез, все увидели своими глазами. То есть у нас здесь это первый мостик. Все как намещено было, чтобы вода проходит, вода идет, все время идет. И проезд свободный. С этим закончено. И третий называется шлюз. Никаких досок не будет поднимать. Убрали. Никто их не поднимает. Никому из вас это не надо. А если много будет, мы рассчитали как раз. Если вы сохраните, значит, еще на почти на 70 сантиметров больше воды будет. Можно более крупную рыбу разводить. Обязательно, чтобы были караси и карпы. Понимаете, мы многого не берем на себя. Но то, что вот сделали, это было по нашим силам. Обращались к деревенским. Не все могли. Исааки помог тут. Спаси Христос. У нас много уж глины надо было переносить, это мешать. Все закончили благополучно. К занятиям приготовляйте всегда вопросы. Какие вопросы есть? Так. Я сейчас скажу занятия. Игорь, ты предложение всегда делаешь, я тоже тебе сделаю. Мы сделали на ровном месте. Вот здесь, как заворачиваешь на трассу, сразу же яма. Ну, ее объезжать приходится. Как только она подсохнет, своей тележкой, подвезите туда. У тебя, зять, крепкий. Засыпь ее. Конкретно. Я раз в неделю приезжаю. Один день в неделю. Ты понял, я о чем сказал-то? Мне в ответ слова не надо. Конкретное предложение. Тут сделано, надо было дальше. Там бампер. Я не знаю, почему другие машины. Не бампер. Этот ездит еще. Вашим бампером хватает. Вот, он только заворачивался за этими деревьями влево на трассу. И сразу ямину. Ну, засыпьте ее. Это в ваших силах. Вы даже еще шагу не сделали. А теперь объезжает почти к краю, только осталось свалиться туда. Засыпьте. То, что засыпать яму, мы вчера вручную засыпали, наверное, 3 или 4 ямы таких на расстоянии до тополей почти. Таскали на себе. Ну, маленько развернитесь. Я тебе говорю, у тебя дома. Вот она какая? У нас и с одной рукой, и ребятишки. Вот они где. Коля, вот они сидят. Вот они работали. Все работали. Подними своих. Засыпьте. Заравняйте ее, чтобы утолкли. Да, поезди по ней. И видно будет, что мы, ну, не просто говорим. По силам нет? Нет, не по силам. По силам только демагогию разводить. Это не годится. Мы должны научиться так. Вот конкретная работа. Вот приехали, заказали мы щебенку. Она не такого размера щебенка. Но привезли. Две машины. Каждая машина 18 тысяч. Батюшка даже разохотился и говорит, надо посмотреть в деревенскую кассу. Я говорю, не надо смотреть. Ни шнурка от вас не возьму. Чтобы не сказали, что, говорит, обогатили меня. Мы дальше приготовили еще. Одно отдали-то 36 тысяч. Еще. А у них кончился, щебень нету. Сказали, недели через полторы. Поэтому мы больше не могли. Потом грейдер разровняем, притопщица. Больше мы ничего не могли сделать. Все. Песок есть. Щебень не хватило. От меня это не зависит. Вот конкретный вопрос. Никто нас не заставляет. Мы видим, что так лучше. Пример маленький. Я тебе просто скажу. Смотри. Мы там носим. В это время вдруг появляется машина такая, вездеходик. Мы вот такая белая, но видно вездеходик. А у нас на дороге ведра стоят все. Я говорю, давайте скорее убирать, чтобы они проехать могли туда дальше-то. Они не думают ехать. Они приехали купаться на тот пруд. Там столько воды. Там так чисто, так хороший подход. Наши деревенские. Они видят, работают ребятишки. Подошли к нам. Нет. Они пошли разделить. Парень, мужчина, женщина. Пошли купаться. Купаются. Я направил аппарат только. Они не любят сниматься. Зачем? Нет. Они сразу раз вокруг, и где шлюз, там пошли скрыли, и машину не видно. То есть, ты мне сделал, ее там не было. Там была резка такая. Вот столько воды было, и вся затянута резкой. Теперь мы не можем достать. 2,70 и выше еще вода. Так еще думаем поднять, если Бог позволит. Ты поговори. Как это? По совести нет? Лживое христианство. Видят, ребятишки тащат, солому подносят, что угодно. А здесь я так развернулся, свободно, не больные покупались. А почему не подойти и сказать, ребята, вы в чем-то нуждаетесь? Это же для вас делаем. Мы с собой пруд-то не увезем. Дорога сейчас сплошняком открыта. На урывку не надо тебе туда ехать. Вот здесь прямо проезжай, и все. А нам это не надо. Уже высказали. Я говорю, а зачем сделали? Тут воровать будут. Я говорю, среди вас воров больше, чем там. Дорогу, когда делать начали тоже. Зачем делать? Мы через кладбище ездим. Я говорю, зачем у нас кладбище выезжать? Доехал и закопать тебя только осталось. Кладбище. А сейчас все ездят и забыли, как мы это делали. Откуда землю брали? Щебенка только обошлась 232 тысячи. А нам это надо? А почему я перед Богом? И Бог мне это доверил. Я не просто делал. Я знаю, что Бог меня избрал, доверил. Последний пруд восстанавливаем. Заботимся, как сейчас бобры не прогрызли везде. Ты посмотри, сколько сделано. И эту сделали. Даже простое дело. Вот у нас там переулок, около Любы Минаевой. И там, я не знаю, кто-то косит когда-то. Ну, а там клен от, ну, как вот сказать, до Людмилы. Дальше от ограды. От Надежды Васильевны Огорода. Ну, и он вот так вот объезжает. Ну, какая-то. Я бульдозер туда загнал, он с корнем вырвал все это, сдвинул. Теперь сплошняком все это сделали по косам. Только яму надо зарыть, потому что корни подняли. Мне это надо. Ну, я когда гляжу, что вокруг объезжают, а почему не сделать? Почему мы соглашаемся с тем, что пеньки стоят, год от года их объезжают, там, пилу ломают. Ну, один раз только вырвали, убрали. И до конца теперь полностью переулок свободный. Вы маленько так оглянитесь назад. Кончится жизнь, дальше лучше не будет. Сегодня тут болит, завтра там все полежать да постонать. А ты скажи, сегодня день прекрасный. Никогда на болячки не ссылайтесь. Когда человек ссылается, я не домогал, ты не мог пойти. Болезни присыхают. Я не больной. Только я не... Ну, вот, естественно, старость колени там, это хрустит, там, не дает. В бане помылся, попарился, встал как новенький опять. Нет болезни. Болезни это последствия греха. Последствия неумения пользоваться им. Я рассказываю пример. Мамка знает. Я говорю, ты знаешь, один мальчишка был, вот так вот, вот ходил. Он один у матери. Что она с ним сделала? Не опираться, ничего не стала делать. А она пошла в спортивную школу. И это не просто вылечил, а стал человек номер один во всем мире. Пеле. Золотой футбол. Лучший футболист мира. Вы видели, как он футбол забивает? Летит, рукой нельзя трогать. Он подпрыгивает, бьет ногой, ногой. И точно в угол, где не могут достать. Это вообще даже нельзя сказать как. Почему? Она желала, чтобы он был другим. Эти сидят, все, не выгнал. Что сидите? Бегай, прыгай, поднимайся, отжимайся. Это храм Божий. Украшай его. Украшай его не утробой, а мускулами. Чтобы любой глянул и попятился. Да, это орлы. Таким не попадают под клюв, заклюют. Даже трогать не надо, они будут чувствовать. Над телом надо трудиться и работать, а над душой тем паче. Гимнастикой кто занимается? Вы слышали такие? АСД, это адвентисты седьмого дня. Америка их приютила. Их гнали. И у них сегодня в Америке самые долгожители все. В спортзалу бабке 86 лет. И она ходит, спорт занимается. Вот у нас сейчас пошла Серафима Гавриловна. Я, говорит, упала. А потом думаю, встала, а вставать неохота. Это я чувствую, теплые руки меня как на пол положили. Володя с другой комнаты. Ты, баба, мама там загремела где-то. Ничего, ничего. Я, говорит, пришла домой, давай гимнастику тогда делать, приседать. И опять на молитву стала уже бодрая. Под 90 лет она гимнастику делает. А то среди нас живут люди. Вы оцените их, пока они еще живые. Все что-то стонем, недовольные. Не хватает. Не хватает мужества, как Серафим Саровский сказал. Решительности не хватает. Не ссылайся ни на мужа, ни... Ты делай свое дело. Делай. Вот маленький пример, я вам сейчас скажу. У меня в гости. Вот она стоит. Хорошая, прекрасная женщина. У нас кошка окатилась, один котенок. А как связать? Очень просто. Котенок растет, я наказываю здесь, на кухне, чтобы на полу не стояла еда. Кормить там. Если котенок что-то съест, кошка зализывать не будет. Она вылизывает его. От него нет отходов. Она вылизывает его и съедает. Это ее молоко. Как только он съел что-то, она больше не будет брать от зловония. Все. А погреб глубокий, он не пойдет, котенок начнет гадить. Он тебе не нужен. А это гадение ты установил, потому что ты ему давал. А я предупреждал, не давай. Я каждый день с ними воюю. Кошки надо покормить. В другой комнате дай. В другой, куда дверь закрывается. Дай и сразу убирай. Вы знали это, нет? Что пока котенок не ел, оказывается, Сергей Павлович... Говорит, и у собаки так же? Точно так же. Она вылизывает его, туалет весь у ней во рту. Как только она что-то съела, это детище ее, все, она тогда... Ну, теперь ты сам разбирайся, где ходить. Ему надо ставить. А ставить будешь где-то землю? Она сама туда начинает ходить. А грести будет земля. Тут сколько неприятностей. Из-за того, что ты непослушный поставил корм. Кошки не убрал. А она его... Мы садимся за стол, она в коробке в другой комнате. Она его в зубы и нам тащит. Каждый раз, когда садимся, она его в зубах к нам тащит в столовую и ко мне туда, под ноги. Да еще что-нибудь. Ничего не давать. Это маленькие такие примеры. Вот у меня... Бог наградил меня на еще большим сокровищем солодка. Сейчас мы зарядили 25 порций пучков. Ну, если принесли, пусть постоит. Отвезти Татьяне. Виктор Андреевич знает. Это для у кого слабые бронхи и прочее. Это лекарство. Вы увезти туда надо. Так это не это только. У нас еще два мешка. Я подумал взять столик, как у Игоря с собой, и перед... Недалеко от храма Покровского собора разложить его и с солодкой выйти. И давать. А другой будет объявлять, кто болен там чем-то. Берите бесплатно. Думаю, как поведут себя священники. Доложат им, доложат. Но одного послать к ним и сказать. Батюшка, там бесплатно верующие раздают солодку. Как они отреагируют? Я не продаю. Выгоды никакой нет. У них рядом с храмом в стороне. А меня уже мыслят. Как они будут реагировать? Одному снимать обязательно. Посмотреть. Потому что они вывешивают табличку. Ни у кого не покупайте свящи. Чисто восковые. А покупайте наши эти, которые красные, зеленые свящи. А из-за чего? Не о Боге речь идет. Батюшка рассказывает. Ему говорит, Александр Бурдин, бывший благочинный Красноярского края. Теперь это Силуян. Там какой-то схи в Греции. И он говорит, встаю там, кажется, в Барнавольском храме. У него с собой свеча толстая, большая, как кедр ливанский. Он подошел ее. Столько лет священником был. Он знает, как ставить, поставил. Горит. Только, говорит, гляну. Моя свечка лежит, не горит. Я подошел, обратно ее поставил. Смотрю, опять она лежит. Я тогда рядом встал. Опять зажег, стою. А это в черных халатах, которые ходят. Я ее раз за руку. Ты что делаешь? А ну-ка уйди. Я вон такой представительный из себя. Не трожь. Я принес эту свечу и зажег ее. Вот она теперь будет другим рассказывать. А кого это? Что-то это благочины Красноярского края. Их три священника. Три брата, три священника. То есть они еще не знают, с кем схватились из-за свечки. А она толстая. Аромат идет. Не эти вонючки стоят. Намазанная. Нитка мерзостью намазанная. Зеленая, синяя. Все. С миром Божьим по нам. Можно мне еще объявление? Игнатий Тихонович. Да. Завтра батюшка остался. Он пойдет в Министерство по образованию. Прошу, чтобы все помолились. По школе. Кто? Это первый шаг только. Дальше пойдем ходатайствовать. Ну все в курсе, да? Что со школы. Может быть он даже Данилова эту Нину увидит. Она из КПРФ. Которая говорила. Что потеря школы. Это потеря деревни. Потеря деревни. Это потеря пространства государственного. Надо по государственному мыслить. Так, поедешь к нам смотреть, что они делали? А чего вы это не поднимали? У меня-то поедутся. Игорь, и еще. Это кто-то это. Продолжение следует. Продолжение следует.